ребят всем привет значит есть у меня два телефона на один из которых я наклеил гидрогелевую пленку а на вторую стекло к сожалению третьего телефона нет поэтому покажу вам что произошло с этими телефонами за полгода то есть сначала сниму первую часть одним телефоном а вторую другим значит так первый телефон это телефон samsung вообще не важно главное что тут была наклеена гидрогелевая пленка значит смотрите вот это вот отслаивание началось буквально где-то неделю назад до этого все было отлично значит сразу расскажу о преимуществах гидрогелевой пленки во первых нет ни одной царапины ну вот эти мелкие то прям совсем мелкие то есть когда вы носите телефон в кармане там с ключами с мелочью и вот таким образом там калашматица натирается на обычном если у вас экране ничего никакой защиты не поклеена в любом случае будут оставляться мелкие царапины и то же самое будет если вы поклеите защитное стекло какие-то мелкие царапины будут на гидрогелевой пленки ну такие мелкие царапины они сразу есть но потом со временем они скажем так затягивается ну она была дает такими свойствами как знаете термоусадочная пленка поэтому в этом плане тут все абсолютно отлично кстати телефон я за это время не ронял поэтому как бы сказать ничего не могу просто когда его телефон роняете ну защитное стекло конечно обладает большей защитой а пленка меньшей ну то есть тут вероятность того что вы разобьете у экран при падении намного больше то есть такой маленький вывод ядра гелевая пленка лучше защищает от царапин но царапин такого ключи и мелочь в кармане а при падении все-таки лучше защищает защитное стекло вот и вот начала она значит отслаиваться где-то месяцев 6 7 с ним походил было вообще все отлично и тут начали сейчас появляться всякие пузырьки воздуха ну наверное это все таки я края цеплял в общем такое а теперь давайте посмотрим что случилось с телефоном у которого поклеена защитное стекло так ну и настало вот время телефонок на котором поклеена защитное стекло значит смотрите это телефону redmi модель не знаю неважно 7 а по моему может какая-то другая так значит на нем поклеена защитное стекло там либо 5d либо 7d не помню так подсвечивает но видно о вот видно отлично значит смотрите на телефоне видно вот царапины большие раз и так как же так сделать чтобы не отсвечивал в общем и здесь еще очень большая царапина плюс ко всему видите есть телефон пережил несколько падений прям на угол большой тут миллиметров 5 отвалилась вот еще пережил падение телефон и от этого падения пошли трещины внизу также трещина есть вот ну и такие мелкие царапины значит так какой можно делать вывод значит вот это вот защитное стекло намного лучше чем гидрогелевая пленка защищает от падений телефон но в то же время она хуже защищает от царапин то есть лучший телефон не носить в одном кармане с ключами с мелочью вот и кроме того еще важный момент чтобы не упустил если у вас подэкранный датчик отпечаток пальца да то допустим без ничего он срабатывает 10 из 10 если вы поклеите гидрогелевую пленку он будет срабатывать восьми случаях из десяти а если вы поклеите защитное стекло где-то в пяти случаях из десяти то есть точность распознавания падает прям очень очень сильно ну в общем значит так если вы такой человек что у вас все падает вечно из-за рук то однозначно клеите защитное стекло если вы же аккуратный какой-то человек да то у вас таких проблем нету то клейте гидрогелевую пленку и будет вам счастье ну и плюс советую сразу всем заказывать эти пленки и защитные стекла на алиэкспресс и сразу там по 3-4 штуки там это выйдет намного дешевле чем один раз где-то поклеить в профессиональном магазине там и пленка будет стоить пять раз дороже еще и за работу возьму тоже 10 раз а так вы 45 купили даже если не умеете клеить на 1 потренировались со 2 вы уже будете наклеивать как настоящий профессионал вот так вот свет отражает видно но тут царапина есть ну вот это все что хотел вам сказать всем спасибо за просмотр всем пока